Добрый день! Сегодня мы отвечаем на трудные вопросы наших зрителей на православном портале И вот нам зададут вопрос из Священного Писания Ветхого Завета, где содержится во Второй книге Царств, 22 главе, следующие стихи «С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренно, чистым чисто, а с лукавым по лукавству его» Что значит поступать с лукавым по лукавству его? Недумевает наш зритель. Разве Господь может поступать лукаво? Ну, во-первых, обратимся к контексту, откуда взяты эти стихи 22 глава книги Царств посвящена той благодарственной песне, которую воспел царь Давид После того, как Господь избавил его от рук его многочисленных врагов, в том числе от рук его давнего врага, царя Саула Который к этому времени погиб от рук филистемлянов в горах Гильбаа, которые в нашем переводе Священного Писания называются Гилвуйскими, эти горы. Царь Давид воздаёт в этой песне благодарность Богу за все эти благодеяния, которые Господь ивил, оказал ему, и в то же время восхваляет Бога как источник правды, праведности, справедливости в этом мире И поэтому, перечисляя и воспевая эти его свойства, он говорит, что он с милостивым поступает милостиво, с мужем искренним, искренно И в том числе под этими словами понимает и самого себя Чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его Это не значит, как может показаться человеку, который это читает, что Господь поступает с лукавым лукаво На самом деле этого и не говорится в этом месте Священного Писания Да, с милостивым милостиво, с искренним искренним, с чистым чисто, а с лукавством – по лукавству его Господь попускает лукавому человеку, чтобы сами обстоятельства жизни привели его к закономерному концу Когда человек отступает от путей Божьих, от заповедей Божьих, от страха Божьего Когда он встает на путь лукавства, то сам этот путь лукавства является для него наказанием Он сам приводит его к печальному, плачевному концу, подобно тому, который постиг и царя Саула Который бесславно пал в сражении с филистимлянами Его голова и рука, его доспехи были отнесены в Вивсан, Бетшан, вывешены на городской стене И филистимляне всячески праздновали победу К сожалению, царь Саул, уклонившийся от правых путей Господних Сам вызвал то божественное наказание, которое явилось мерой его злодеяний Господь не поступил с ним лукаво, он поступил с ним по лукавству его Его неправедные, лукавые, злые дела получили свое воздаяние не только в жизни вечной, но и здесь в жизни временной Это и означает, что с лукавым Господь поступает по лукавству его То есть, другими словами, что посеешь, то и пожнешь Получишь в своей жизни то, что заслужил Это вразумление для всех нас, для того, чтобы мы в своей жизни выбирали путь милости, чистоты, искренности, а не пути лукавства Поскольку тогда и с нами Господь вынужден будет поступить по лукавству наших сердец Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!